Мы не можем вечно есть одну куриную грудку с тушеными овощами и гречей, от этого реально можно сойти с ума. Моя задача всегда поднимать больше, независимо от того, сколько я хочу. Все только и спрашивают меня, Зина, Зина, вот это можно? Зина, вот это нам можно? Смотри, я брала! Всем привет, мои дорогие! Сегодня вы снова в гостях у рубрики «Фитнес начинается с кухни», и я с вами Зинаида Руденко, и первое, что я сделаю, представлю вам новый бренд спортивного питания, который называется Fit Love. Fit Love – это новое слово в спортивном питании. Какое новое слово? Также безопасно, вкусно, полезно, низкокалорийно, почти безлактозно, как и вам уже знакомый RPS Nutrition, но немножко другие вкусы, немножко меньше сладости. Мы учли ваши пожелания, поэтому пробуйте, пожалуйста, и спрашивайте в магазинах сети Brutal, где этот бренд представлен эксклюзивно в Санкт-Петербурге. Ну а мы сегодня постараемся в нашей рубрике повернуть этот протеин к вам другой стороной, то есть показать, на что он способен, а он способен сделать настоящие фитнес-конфеты, которые сегодня мне будет помогать делать Максим Борусин. Ну что ж, гость в студию. Зина, привет! Привет, Максим! Друзья, привет! Ну что, что мы будем сегодня готовить? Вот я вам рассказываю, дорогие друзья, как здесь оказался Максим. Я его попросила прийти к нам в гости в рубрику «Фитнес начинается с кухни», для того, чтобы он показал нам свое коронное фитнес-блюдо. Но Максим у нас из другой федерации, не из Федерации бодибилдинга России, об этом он вам сейчас расскажет. Он не обременяет себя диетами, а ест, как он говорит, все, что не приколочено, а то, что приколочено, тоже отрывает и ест. Поэтому фитнес-рецепта в его арсенале не оказалось. Ну что ж, поэтому ему придется ассистировать мне в моем фитнес-рецепте. Это мои коронные фитнес-конфетки, которые я научу делать вас и Максима. А Максим нам расскажет немножко о себе. Из какой-то федерации расскажи и про свои титулы. Я знаю, что титулов у Максима очень-очень много. Это вообще абсолютно уникальный спортсмен. Совершенно верно к бодибилдингу я не имею никакого отношения. Я с федерацией пауэрлифтинга, также с федерацией силового экстрима. Это те виды спорта, которыми я занимаюсь. На данный момент занимаюсь исключительно только пауэрлифтингом. Также у нас есть еще сценический силовой экстрим, что привлекает очень много внимания и заставляет отвечать на много вопросов. Потому что есть понятие спорта, есть понятие сцена. Сценический экстрим – это все, что связано с бытовыми предметами. Так, с бытовыми какими? Что вы там принете? Начиная от обливания грелок, заканчивая взбивание бетонных блоков, скручивание арматуры. Вот я сейчас жалею, что я с собой грелку не взяла. Завязывание гвоздей, узлы и много-много-много и все. Скажи, пожалуйста, свои титулы. Ну, являюсь мастером спорта по бодибилдингу по версии IPF, мастером спорта международного класса по версии IPF, обладателем пяти национальных рекордов, знаменитых книгой «Рекордов Гиннеса». Пяти национальных – это рекорды России, да? Да. Также рекордсмен Санкт-Петербурга в классическом пау-рэфтинге. Да, наверное, достаточно. Вот так вот, дорогие мои. Вот такой человек стоит сейчас рядом со мной. И знаешь что, Максим? Вот я всех спрашиваю, кого интервьюируют мужчин, сколько килограмм живого веса стоит сейчас рядом со мной? На данный момент сейчас 131 килограмм. 131 килограмм. Ты что, схуднул с нашей последней встречи? Ну да, сейчас был чемпионат России по классическому пау-рэфтингу. Я неудачно выступил, травмировался. Ты решил похудеть? В связи с этим, да, меньше тренируешься, как говорится, чуть-чуть по-другому питаешься, естественно, вес уходит. Но, честно говоря, я за этим не свяжу. Многие спрашивают, Макс, вот ты там что-то вроде похудел. А для меня самое главное не категория, а самое главное то, что я поднимаю. То есть для меня вес не на весах, а собственный вес, а вес на штабах важен. Ну, похудел, значит, буду поднимать в другой категории. Но моя задача всегда поднимать больше. Вот и все. Независимо от того, сколько я вешу. А ты расскажи немножко про свое питание в то время, как я начну готовить уже конфеты. Конфеты мы будем готовить, конечно, без сахара. Мы будем готовить их из двух видов протеина. И сегодня нам в помощь сыворочные протеины марки Fit Lab и казин марки RPS Nutrition. А также мы будем использовать арахисовое масло без сахара. Я подчеркиваю, что это просто жареный перемолотый арахис с небольшим добавлением соли. И теперь он продается и в России. Поэтому не надо мне писать, что я его там привезла из Соединенных Штатов Америки. Он есть и здесь. И мы также будем использовать любимые Максимом орехи. Я все-таки выпытала из него, что он не любит шоколад. Он не любит конфеты, но он любит орехи. Мне кажется, орехи он даже... Ты знаешь, сколько они вообще? Шоколад у нас в чем-то, что я люблю. Ты любишь шоколад? Я не люблю конфеты. Ага, оказывается, Максим, собственно, любит шоколад. Потому что конфеты – это понятие растяжимое. Это карамельки, это леденцы и т.д. и т.п. Именно что касается шоколада, мне нравится шоколад. Да? Ну и как часто ты его ешь? Сразу давай рассказывай тогда. Как часто ты его ешь? Ну, как часто. Просто хочу. Ну, а как ты его хочешь? Вот как? Вот как? Ну, хочу по-всякому. Нет, ну как часто, понимаешь? А то некоторые говорят, я люблю шоколад. Потом оказывается, что едят раз в месяц 10 грамм. Нет. Вот, чтобы нашим сервисам было понятно. Я пока начну. Если на охотку я могу плиточку выточить в день. Плиточку 100 граммовую, да, в день? Ну, да. Сейчас плиточки разные, я увидела, такие есть сейчас. Ну, а у тебя какие? А-а-а! У тебя какие? И плиточку 100 граммовую, и плиточку 100 граммовую в день я могу заточить. Знаешь, как там столько вкусно полетели со мной, да, что посадили, так столько. Так же и где сейчас? Не, ну да, грамм, ну, 100 грамм, да. Грамм 100, 200, 300, ну, 100. Ну, ладно, с Максимом все понятно. А ты покупаешь какой? Без сахара шоколад? Мне нравится молочный шоколад. И бывает такое, что очень походка, 90% горький шоколад. Мы залетаем вообще в нора. Угу. Понятно. Ну, зависит. Зависит настроение, погода. С сахаром погода больше сладкого хочется. Ну, вот мы сегодня как раз и будем готовить сладкое, вкусное, но безопасное для фигуры. Хотя, Максим, они не очень сильно заботятся, но на самом деле мне приходится, как и целой половине человечества, да, всем женщинам я посвящаю этот рецепт, потому что, честно говоря, понятно, что все мы люди, а не роботы. Мы не можем вечно есть одну куриную грудку с тушеными овощами и гречей. От этого реально можно сойти с ума. Вот. Поэтому мы сегодня научимся готовить вкусные конфеты, а Максим будет мне помогать и заодно рассказывать о себе. Значит, основа наших конфет – это Казин РФС Нутришн, который, кстати, можно взять ванильный, можно шоколадный. Вот сейчас я беру ванильный, заодно вам покажу, сколько весит ложка, потому что у нас это просто притчевый языц, сколько весит медная ложка нашего протеина. Кстати, многие вопросы задают, ложку как это, именно без горки? Без горки, обязательно без горки. Ну вот мы видим, что мерная ложка 10 грамм, мерная ложка без горки. Я насыпала в миску 80 грамм Казина. Это как у меня частенько спрашивают, знаешь, когда про завтрак, что спрашивают, как ты завтракаешь. Да, как про завтрак. Ну там овсянка, овсянка, то рог, порция пакуина, там пара ганала. Сколько ты овсянки сыпешь? Я говорю, куда? Ну вот примерно как ты сейчас на весы там не сыпала, да? Я говорю, ну ты, говорит, на весы ставишь вот миску, да? Например, чашку. И сколько ты насыпаешь? Я говорю, во-первых, 7 часа я чашку на весы, вот. А сыплю я, говорю, на глаз. Я говорю, ну вот я с ним солнышко пачка, например, да? Вот, мне хватает это, ну на 5 раз. На 5 раз. 400 грамм делим на 5, получаем 80 грамм у тебя порция, не такая уж большая. Да, не такая уж большая. А сама в это время буду доставать арахисовую пасту. Так, когда ты перемешаешь казин, я тебе туда арахисовую пасту сейчас брошу. Значит, пасты у нас в баночке 340 грамм. И все, и мне достаточно даже конфет нет. Ну все, можно есть. Да ты что, знаешь, какая классная штука сейчас получится. Подожди. У нас все так, ой, ой, ой. Мы решили сначала всю пасту, все 340 грамм пасты туда выложить. И смотрите, почему такая именно пропорция. В пасте содержится 50% жира. Хоть она выглядит вот не как масло, да? Но вообще это даже называют арахисовое масло, потому что все-таки 50% жира. Мы, чтобы эту жирность разбавить белком, добавляем на 340 грамм получается пасты. Сколько у нас? 240 и 80. 320 грамм гидротированного протеина. Но протеин мы насыпем еще, потому что нам не нужны очень жирные конфеты. Мы все-таки делаем фитнес-вариант. Поэтому мне 50% жира, например, слишком жирно. Мне нравится. Нравится? Ну, я тебе потом дам из второй банки просто ложкой пасту съесть. Ну, мы же должны заботиться о наших девушках, которые, знаешь, вот бедные, изнывают на диете. Уже не знают даже, что им можно, что нельзя. Все только и спрашивают меня, Зина, Зина, а вот это можно? Зина, а вот это нам можно? А я им отвечаю, можно, но только осторожно. А вот теперь покажу то, что можно есть спокойно. Не осторожно. Да, не осторожно. Так. Вот один к одному мы сделали такой вариант. Замечательно. С пастой мы расправились. Теперь здесь можно не мешать и потоптаться. У меня такая консистенция, что ее растворять. Очень вкусно. Облизывать руки, на самом деле, на кухне нельзя, когда готовишь для других. Очень хочется. Да, это на самом деле законы технолога и повара облизывать нельзя. Но очень-очень вкусно. Я их помою. Ну, вот смотрите, у нас получается такая коричневая жишка. Масса, масса, коричневая масса. И загущаем мы ее сейчас нашим шоколадным сывороточным протеином. Причем я подчеркиваю, почему нам нужно как основа именно казеин, да, как основа подойдет ванильный казеин или есть еще шоколадный казеин. Мы сделаем второй вариант с шоколадным. Потому что казеин, он очень хорошо действует как структурообразователь. Он не просто, как сказать, такой беструктурный, как сывороточный протеин. Он прямо мелкокрупичатый, мицеллярный. И он держит хорошо вот эту кашеобразную структуру, саму основу конфеты. А дальше мы должны сделать это тесто липким. Потому что если вот сейчас его потрогать, видите, я его трогаю рукой. Рука у меня совершенно чистая. Это вообще свойство хорошего белка связывает жир и влагу. И теперь мы должны туда добавить что-то липкое. Что-то липкое, это будет сывороточный протеин. Поэтому я очень рада, что у меня есть сейчас Максим, который мне поможет. Какой мы вкус выберем, а? Нам надо шоколадный. Давай шоколадный выберем. Или хочешь ванильный? Вот какой хочешь? Давай ваниль. Ваниль. Все, мы решили выбрать ваниль, сделать ванильные конфеты. Эти будут у нас... Да, ванильно, ванильно, ванильно. А вторые мы сделаем тогда шоколадным с шоколадным казеином. Пять мерных ложек сывороточного протеина со вкусом ваниль, без горки. Это 50 грамм. Но у нас чуть побольше получилось, 55. Мерная ложка это все-таки, не знаю, не пипетка. Да, это мерная ложка, погрешность какая-то есть. И с помощью Максима я вымешиваю. Мне раз не добавить, но мне лучше. Тебе больше вот это понравилось. Обращаю ваше внимание, что сахарозаменитель я не добавляю, потому что протеин у нас в данном случае и сахарозаменитель, ну, он же содержит сукролозу, то есть он сладкий вкус в себе несет. Он одновременно сейчас сделает тесто липким. Вот. И, кстати, им же мы будем обсыпать наши котлетки сверху. Сывороточный протеин мы добавили для того, чтобы стало более липко. И тесто вообще в идеале должно хорошо формоваться в руках. Оно не должно быть не слишком вязким, не слишком липким. Вот оно вот примерно такое, чтобы можно было сформовать вот такие маленькие шарики. Обваливать мы их будем в шоколадном протеинчике. Здесь уже просто высыпаем на плоскую тарелочку шоколадный протеинчик. Кстати, вы можете не экономить, потому что вы его потом можете использовать, но обратно в банку то, что не используется, обратно в банку пересыпать. Но я решила для удобства дозирования взять чайную ложку. Я буду формовать эти конфетки, укладывать их на другую тарелочку. И для того, чтобы конфетка была с изюминкой, внутри каждой конфетки мы кладем один лесной орешек. Можно, чтобы это был миндаль, можно, чтобы это был кешью. Какой вы орех любите, такой внутри кладите. Ну вот у меня фундук, я кладу внутрь фундук. А если бразильский кладешь, то конфеты получатся. Так, ты тоже можешь попробовать, то же самое сделать. И потом, вот таким вот образом, я обваливаю в протеинчике. Получается такая коричневая конфетка. И я ее укладываю. У Максима порции отличаются от моих. У него конфеты тянет грамм на 20, наверное. Я все стараюсь конфетку сделать поменьше, а он все побольше, побольше такие конфетки. Ну, странно, если наоборот. Скоро такие колобки просто, знаешь, скула. Я чувствую, что так скоро, да. О, смотри, я брала. Я вот так вот брала скромно. Ух. Все, поняла. Видите, разные федерации, разные подходы к еде. У Максима чем больше, тем лучше, а у меня чем меньше, тем лучше. Мальчишкам вообще, молодым людям, юношам, очень интересно узнать, чем питаются люди действительно сильные, у которых, как говорят, не бутафорские мышцы, а самые настоящие. Смысл в том, что я уже довольно-таки давно, я с детства в спорте, с 6 лет, и сейчас я понимаю, что у многих проблема заключается с завтраком. То есть многие люди завтракают очень плохо, но зато они пытаются поужинать, потому что в течение дня тоже бывает такое, что нормально не поесть. И вечером они быстренько закрывают все это окно вот такой нормальной порцией. И от этого потом появляются проблемы. У девушек лишний вес, у мужчин и лишний вес, или наоборот, например, не хватает сил для того, чтобы там... Для того, чтобы вечером... Ах, не хватает сил. Поэтому суть в том, что с детства уже, когда ты просыпаешься, у тебя первая тренировка начинается в полвосьмого утра, тебе еще нужно добраться до льда, а я жил в области, и нужно одно количество времени, часа два нужно добираться до льда. То есть я просыпался в 5 утра, и отец мне готовил завтрак, и это был далеко не бутерброд с чаем, поэтому завтрак был плотный, потому что если ты нормально не позавтракаешь, у тебя впереди 2 часа льда, потом еще дорога домой. А школа когда, скажи мне? А школу я практически учился по четвертям, вот, задавали уроки. То есть ты учился дома на домашнем обучении? Ну, практически, да, потом уже появились спортивные классы, и так далее. Ну, было такое, да, ты либо выбираешь, либо ты спортсмен, либо ты ученик, потому что даже когда я пришел в спорт, мне, помню, маме так и сказали, и она задала такой же вопрос, а школа как же? Ну, сказали, либо ребенок занимается спортом, либо он учится совмещать очень тяжело. То есть даже сейчас эта проблема, я знаю, актуальна. То есть если ребенок действительно как бы одаренный, то есть если в нем видит перспективного спортсмена, ну, то его задача там спортивным классом, водитель уже ставит в известность с точки зрения того, что уже, ну, понимаете, да, что учеба это уже будет на втором этапе. Вы понимаете, что растите спортсмена, да, говорят родителям, не требуйте слишком многого. Ну, и честно говоря, в плане уроков, даже вот там дома сидишь, когда делаешь уроки, у меня сейчас, кстати, ребенок такой же, уступают жалобы. То есть ты в нем узнаешь самого себя, да? Да, 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 это еще и внешне даже похоже, очень-очень, вот. Леноватость к урокам неусидчивость такая. Есть такие дети, неусидчивые, да? То есть им, ну, мне было уроки делать лень, правда. Вот. И сейчас мне тоже, знаешь, Максим, у меня мама там говорила, знаешь, Максим, ну, Данька ленится делать уроки. Я говорю, о, я узнаю себе. Ну, то есть, вот. Даня после второй тренировки ленится делать уроки, да? Отпахав 8 часов. Да. Что ты ему как-то лень делать уроки? То есть у нас там первая тренировка у нас оканчивалась, насколько там, 11 часов, грубо говоря, и потом уже я отдыхал, делал уроки там, кушал, да, и потом уже ехал во второй тренировке. Ну, вижу, на самом деле, да, это на самом деле проблема. То есть тут нельзя сказать однозначно, хорошо это или плохо. Здесь, наверное, родители принимают на себя ответственность. Кстати, ответственность велика. Фактически они определяют судьбу ребенка в дальнейшем, да? Ну, как бы, а что делать? Ну, я закончил школу, закончил 11 классов, тем не менее, поступил в институт, окончил институт, вот, и, в принципе, и вот мы видим, да, и вот мы видим перед собой пятикратного обладателя рекорда национального, да, рекордсмена России. Мы вам показали, как сделать ванильный вариант. Теперь мы решили сделать шоколадный вариант, для того, чтобы вам было интересней, потому что, на самом деле, срок годности этих конфеток, а их нужно хранить в морозилке. Это я вам тоже расскажу, достаточно большой. Вот, их можно заготовить на 2-3 недели вброк, и мы решили сделать второй вариант. Пока я меряю 80 грамм шоколадного казино, RPS Nutrition, вкус двойной шоколад, потому что этот вариант конфет у нас будет чоколад, шоколадный, да, был чоколад. Максим расскажет, что он ест после завтрака, потому что на завтраке мы с ним остановились. Так, вот ты позавтракал. 80 грамм овсянки, 200 грамм творога, что-то там было еще? Парушку. Парушку парушеков, да. Да, мы сейчас говорим про граммы, про граммы овсянки, программы творога, да, я не меряю, ну, не взвешиваю. То есть у меня нет такого понятного. Ну, если там будет 250 грамм, значит будет 250, если будет там 220, значит 220. Вот, так же и с овсянкой. А дальше, ну, опять же, я рис, гречка, ну, там же с мясом. С каким? С говядиной, курица, индейка. Свинину я не ем. А почему ешь свинину? Из религиозных? Ну, я не мусульманин. Ага, значит просто не любишь свинину. Ну, я считаю, ну, здесь не дело в том, что любишь, не любишь. Мясо вкусное, но, как бы, я считаю, что оно пустое. Ну, вот в плане пустое, не полезное, да? Да. То есть, ну, жирное мясо. Несмотря на то, что я не соблюдаю... Вместе 40 грамм воды? Несмотря на то, что я не соблюдаю, да, там никаких, никаких денежек, никаких нет, как ты говоришь, но все равно я стараюсь есть меньше жареного, меньше копченого. А почему? Меньше соленого. Ну, это вообще, в принципе, наверное, вредно в больших количествах. Независимо от того, человек занимается спортом или он не занимается спортом, да? То есть и вредно там ведь. Также много сахара. Поэтому... То есть ты все-таки стараешься поддиечивать, да, насколько возможно? Ну, называй-то как хочешь. Ну, а как это поддиечивать, я называю? Если ты свинину не ешь и считаешь, что она не так полезна, а многие, наоборот, говорят, вкуснее свиного шашлыка в мире нет ничего. Ну, значит, они не ели вкусного шашлыка из другого мяса. Я согласна, кстати. Для меня самый вкусный шашлык вообще из курицы, которая мариновано в соке лимона или апельсина. Очень вкусно. Куриная грудка, маринованная в апельсиновом соке. Для меня самый шашлык из форели. Из форели? Да, из форели тоже неплохо. Ну, кстати, очень хорошо размешался уже сразу. Потому что не острый. Да, я тебя мучила в первый раз. А теперь уже придется ложкой. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы могли бы, конечно, взять и есть просто ложками эту пасту, посыпав ее сахарозаменителем, и были бы тоже конфеты. Но я подчеркиваю, 50% жира – это все-таки много. С каждой чайной ложкой я бы потребляла, получается, ну, 45, а то и 60 калорий. Да, получается, что каждая чайная ложка где-то была бы 10 грамм. В 10 грамм было бы 5 грамм жира. Это 45, минимум 45 калорий. Поэтому мы протеином делаем хорошую структуру, которая добавляет белок, безопасные калории, которая добавляет вкус. Потому что протеин у нас здесь не только структура-образователь, он еще и с сахарозаменителем с укралозой, да, безопасный посластитель. Здесь есть также натуральные загустители и вкус ароматические добавки натуральные. В данном случае во вкусе Double Chocolate – это какао-порошок и ваниль. Вот, и вот такая замечательная натуральная масса у нас получается. То есть это вообще натуральные конфеты. Ну и дальше мы добавляем, да, добавляем сывороточный протеин для липкости и начинаем лепить. Сколько я его добавляла, я не помню, сейчас я вспомню, сейчас я вспомню. По-моему, я добавила 50 грамм. Смотри, размешался очень сложно. Вообще классно. А я говорила, не размешаешь, не размешаешь. Ну, не спойте с лицами, дайте им просто попробовать и все. Так, шоколадный, да, я добавляю шоколадный. Шоколадный сывороточный протеин. Кстати, если вы прямо вот считаете каждый грамм углеводов, вы можете взять изолятор Pace Nutrition, вообще безуглеводный. Можете взять яичный шоколадный протеин, он вообще тоже, да, это яичный альгумин, это изолят. У меня сейчас не буду мерной ложкой, я просто обычной ложкой насыплю 50 грамм, чтобы было быстрее. Добавляю тебе эти 50 грамм протеина. И финальная стадия вымешивания. И переходим к формовке. Мы с тобой закончили на том, что ты пообедал курицей, индейкой или говядиной. Не пообедал, это прием пищи между, да? А, ты даже не пообедал, он просто перекусил курицей, индейкой, рисом или гречей, да? Ну, это, ну как, смотри, это получается, не то, что перекусил, это, в принципе, полноценный прием пищи. Так. Ну, так как ты занимаешься селонидом спорта, перекусить, например, там порции протеина, как у многих это, или каким-то там совсем несущественным приемом пищи, ну, это несущественно. Поэтому такой, даже между завтраком и обедом полноценный прием пищи в качестве гречки, риса. Ну, полдник это у тебя, или, как говорят, за границей ланч, да? У тебя ланч, это порция мяса и какого-то углевода комплексного, там, рис, греча, ты сказал. Вот, а дальше что? Что дальше? Перекусил после перекуса? Ну, в обед, в обед, это получается примерно во сколько? Я стараюсь поездить в часа в два, в три, ну, это, в принципе, может так же быть. Ну, все то же самое, да? Что-то из сложных углеводов, с мясом могу добавить и вообще. Ну, а сколько этого мяса? Покажи руками, вот сколько у тебя вот такая вот порция мяса, вот такая порция мяса. Ну, подерегу, как кручу конфетки. Ну, такая добротная, да, грамм 200-300? Ну, да. Да? А порция гарнира, вот мне интересно, покажи, ну, вот руками вот столько гарнира, там, вот столько, вот столько? Сколько? Вот столько. Вот столько? То есть, вот это миска гарнира? Нет, ну, на самом деле нет. Ну, сколько получается? Ну, наверное, грамм, если так. О, знаешь, как мы посчитаем? Как? Вот смотри, бывает так, что, ну, когда поесть и заказываешь доставку, доставляют рис в коробочках с мясом. Вот. И коробочка получается риса, получается 100 грамм. Главного риса, три коробочки, получается 300 грамм. То есть, ты за один раз 300 грамм риса? Да. Понятно? Много? Много? Нет, для тебя нет, нормально. Вот. Много? Нет? Сказала я, 50 грамм, наверное, иногда в день не съедаю. Ну, что, все разные задачи. Потому что следующий прием пищи, он там будет часов пять, вот, опять же, в шесть. Получается, сколько у тебя приемов пищи в день? Ну, пять, шесть. Пять, шесть, семь. От чего это зависит? Да, зависит от времени. Могу я успеть вот это все во семь раз поесть? То есть, бывает такое, что, знаешь… Ну, то есть, ты вообще не запариваешься. У тебя нет такого, что сегодня у меня пять приемов пищи, обязательно пять. Как бы захотелось есть, ты ешь, да? Да, конечно. То есть, ты себя в этом плане не сдерживаешь? Так же я в себя не заталкиваю, и так же я, если я хочу, есть и ем. Вы знаете, вот эта порция почему-то получилась чуть жидковата. Как бы я уже чувствую, да, вот так вот на ощупь. Поэтому, в принципе, она не липкая. Вот вы видите, к рукам не липнет, можно оставить так же. Но я все-таки решила добавить протеина. Прямо, знаешь, я добавлю… Где у меня шоколадный протеин? Я добавлю тебе прямо туда, вот так вот, три мерные ложки. Добавлю… Туда, вот туда. Угу. Три мерные ложки. Влаго у нас тут протеиновый рай. Вот. Ну и, в принципе, мы делаем большие порции. Вы можете сделать порции поменьше. Я напоминаю, что 80 грамм казеина и РПС Nutrition я взяла. Да, 80 грамм казеина. Налила 1 к 3 водички. 1 к 3, то есть 240 грамм воды. Насыпала 50 грамм сывороточного протеина. Фитлаб. Сывороточный концентрат, 70% белка. И все это перемешиваем. И дальше делаем конфетки с теми орешками, которые у вас есть, которые у вас любимые. Если вам для обсыпки жалко протеина, но может быть такое, то можно использовать обычный какао-порошок. Конечно, лучше без сахара. Просто темный какао-порошок, который продается для заваривания. Насыпаете. Он недорогой. И будет даже приятная такая горькая нотка. Вот эта вот сверху обсыпка, она тогда будет горькая. Потому что у нас-то она сладкая. Протеин же сладкий. Вот. Так что вариантов здесь много. Можете подумать. Может быть еще и кокосовой стружкой сверху обсыпать. А, кстати, мы это сейчас сделаем. Вот. Здорово? Вообще. Когда мы снимали ролик, где ты кантовал большую покрышку весом 350, по-моему, да, килограмм покрышка весила, то я бы считала твой рацион. Я тогда его озвучила. Он был 3800 калорий в день. Вот. И мне очень интересно, на самом деле, кто тебе готовит. Как ты набираешь эту калорийность? Может быть тебе привозят готовую еду? Вообще, вот откуда ты берешь пищу? Расскажи нам. Сейчас на самом деле, да, совершенно верно. Мне привозят готовую еду. Это очень удобно. Но это началось недавно, я так понимаю. Недавно, да. А до этого? А так в основном готовил сам. Ну вот это ты готовишь на какое-то количество дней. Готовил на какое-то количество дней. Как бы, да, вот, например, там, тушишь мясо, там, навариваешь гречу. Да? Наверное, так? Угу. Ну да. Так и получается. На сколько? На два, на три дня. Угу. А как вообще, кстати? А так в основном, знаешь, бывает такое, что, вот я же говорю, да, есть там служба доставки и все. Убираешь по меню, да, и просто видишь, тебе просто привозят. Бывает такое, что ты, например, в зале. И, знаешь, я, честно говоря, я уже давно, как бы, так, чтобы готовить самому и распихивать это все по ланчбоксам, просто это я уже давно от этого отошел. Но сейчас, как бы, есть возможность, ну, возможность не готовить и не распитивать, потому что уже двойц готовый. Угу. 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 Вот сейчас, на самом деле, идет такая волна, ну, недовольство, что ли, силовыми видами спорта из-за того, что в нашем спорте, федерации бодибилдинга, было несколько смертей известных спортсменов, вот, и царствие им небесное, но всех волнует тема здоровья, на самом деле, вот как ты вот тут стоишь, вот вообще живой, здоровый, не собираешься, там, не знаю, упасть, и как у тебя со здоровьем, как переносит организм такие экстремальные веса, экстремальные нагрузки, чувствуешь ли ты, что, не знаю, что ты чувствуешь, в общем? Я чувствую, что я уже хочу есть, на самом деле, а так, в принципе, все, что касаемо тренировочного процесса и экстремальных весов, вот, недавно буквально, да, получил травму, ну, пусть они, наверное, настолько существенные. На соревнованиях ты ее получил? Да, 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 вот, но они настолько существенные, но все равно мешают, мешают, на самом деле, жить, вот, на данный момент. Ну, сейчас все, слава Богу, я опять пустую тренировочному процессу. А что за травма, скажем? Ну, надрыв квадрицепса. Ага. То есть, ты не можешь пока ноги тренировать? Нет, сейчас я могу, уже могу. Уже можешь, да. То есть, какое-то время был определен дискомфорт, даже хотели обездвижить ногу, да, чтобы, ну, со мной это дело бесполезно, потому что на третий день… Хотели тебя обездвижить? Да, на третий день я уже, как бы, уже был в зале и пытался его приседать. Вот. Ну, да, это спортсмены, это, как бы, отдельная вообще история. Поэтому… А так, на самом деле, прислушайтесь к врачам. Бывает, они говорят очень длинные вещи. Вот. Обязательно следите за своим здоровьем. Вот. Делать тебе и химический анализ крови обязательно. Потому что именно то, что сейчас мы коснулись вот этой тематики смертей и проблем в сфере не только бодибьюнинга, а спорта вообще, это, к сожалению, сейчас многие люди пытаются, глядя на динозавров, скажем так, уже монстров силовых видов спорта, пытаются за короткие сроки достичь хотя бы, хотя бы того, что достигли эти люди. Что достигли эти люди десятилетиями, да? Да. Не надо забывать, чтобы хоть часть того, что эти люди достигли, они не занимались два года. Они занимаются уже десятки лет. Да, десятки лет. Поэтому ничего быстро не бывает. Даже что бы вы не употребляли, что бы вы не использовали, самый главный тренировочный процесс – время и восстановление. Ну и самое главное – желание. Прежде всего. Потому что, как показывает практика, употребляя всевозможные препараты и т.д. и т.п. Желаний у людей, как показывается, не так много, потому что хочется все и сразу и быстро. А все и сразу и быстро вы понимаете, во что это может выглядеть определенная проблема со здоровьем. От незначительных до глобальных. Ну все, мы тогда уже сейчас прекращаем с тобой катать шарики. Я хотела сказать нашим зрителям, что если дать конфетам долго постоять теплее, из них начинает выделяться жир. Чтобы этого не было, их нужно ставить в морозилку. Не удивляйтесь. Прямо на тарелке. Вот у меня две тарелки. Это наши ванильные конфетки. Это наши конфетки шоколадные с кокосом и без. Мы должны это поставить в морозилку минут на двадцать, чтобы они там подморозились. Ну а я пока там все замерзает, все то, что не замерзло, я продолжаю дегустировать. На самом деле очень вкусная штука получилась. Вот. И теперь я понимаю, что конфеты я люблю. Прошло двадцать минут, наши конфетки подморозились. И я хочу вам рассказать, чтобы вы сразу их все не съедали, потому что все таки еда это хоть и фитнес вариант, но калорийная. В замороженном виде их можно переложить в какой-нибудь контейнер. Обязательно закрыть крышечкой. То есть контейнер должен быть с крышкой, потому что это жиросодержащее сырье, оно будет прогоркать. Нужно исключить контакт с активным кислородом. Перекладываем в контейнер и в замороженном виде храним в морозилке в течение месяца. Достаем. Можно по одной, по две штучки в день. Замечательно с кофем с утра. Или днем можно с кофе с чаем. Или просто без кофе без чая. И ночью. Или даже ночью. В общем, в любом варианте вы можете их постепенно доставать и есть. Это я просто к тому, что не нужно, конечно, на них накидываться. Потому что переедание и перебарщивание с калорийностью это все равно, неважно, чем эти калории пришли к вам лишние, все равно приведет к отложению жира в ваших проблемных зонах. Вот. А я бы хотела, чтобы Максим это продегустировал. Я это продегустирую по ходу всей программы. Ну что ж, давай продегустируем два варианта. Ведь зрители же не дегустировали. Они же должны знать разницу. Давай возьмем вот такой вот я возьму. И такой тоже. Давай такой и такой. Попробуем какой вкуснее. Бери вот такой тоже. Вкусно. Вообще очень вкусно. А мне, ты знаешь, после соревнований вообще так все вкусно. А мне, видимо, после соревнований тоже вкусно. После травмы тоже вкусно. Кстати, со стружкой, просто этот вариант я делала всегда, со стружкой в первый раз. Мне просто в голову это пришло. С стружкой даже вкуснее. Ага. Ммм. Ммм. Вот ванильный вариант. Ммм. Ммм. Ну что? Огонь. Хорошие конфетки, правда? Угу. Они, кстати, знаете, на что похожи больше всего? Они похожи на пирожное картошка. Вот. Можно, кстати, из этого теста. Вот давай сейчас знаешь, что быстро прямо я сделаю. Я тебе сразу скажу, что ты мне делал, конечно, пирожное. Да? Вот сейчас я сразу сделаю пирожное картошка, чтобы заодно показать, что можно делать пирожное картошка. Похожие на что? Я ее дегустировать надо будет? Дегустировать их будет надо, конечно. Ну вот, смотрите, вообще очень быстро мы придумали пирожное и картошка. В морозилочку. Тоже в морозилку. Тоже в морозилку. В кофейку вообще. И после этого. Но, знаешь, мне единственное, что в них не нравится, это абсолютно мужской вариант будет. Потому что для меня все-таки вот эта вот конфетка вот с утра, это нормально. Если я буду каждый день вот такую картошку лопать, то, конечно, очень скоро, даже при том, что это фитнес-вариант, я в дверь, наверное, не влезу. Мне придется, мне придется тебя в гости звать, чтобы ты меня выталкивал из нее, из проема дверного. Или проем расширял. Ну вот, у нас получилась картошечка. Мы ее положим на замораживание. Так что, дорогие мои, дерзайте. Все в ваших руках, как говорится. Вы можете сделать фитнес-конфеты. Я напоминаю, для этого вам нужен сывороточный протеин марки FitLab. Казин РПС Nutrition. Арахисовое масло или паста, да. Это вообще измельченный арахис без сахара. Вы можете просто сами измельчить дома арахис. Вот, многие этим и занимаются. Я лично покупаю готовую пасту. Она такая более кремообразная. Немножко воды, немножко умения, орешки и конфеты у вас готовы. Можете своих детей, кстати, кормить полезным лакомством, а не какими-то гидрогенизированными жирами и пальмовым жиром из обычных кондитерских изделий. Потому что я, кстати, против того, чтобы дети ели всякую дрянь. Жир им нужен. И жир у нас состоит мозг и нервная ткань. И надо кормить детей нормальным нейтральным жиром, чтобы они росли умные и здоровые. Ну а мы с вами прощаемся на этой позитивной ноте. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте свои лайки. Оставляйте комментарии. Пишите, что бы вы еще хотели узнать о спортсменах команды RPS Nutrition. Мы еще раз придем к вам в гости. Я буду знать, о чем мне спрашивать моих уважаемых гостей. Вот на этом всем пока. Всем силы и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова